Эльф. Эльф – это порода кошек, выведенная в 2006 году. Гибрид американского керла и канадского сфинкса. Кошка-эльф является американской по своему происхождению. В США в 2006 году селекционер Карен Нельсон и ее подруга Кристен Лидом захотели создать нечто новое. Результатом их долгой экспериментальной работы стала порода эльф. Представители породы, как принято считать, появились в результате частого скрещивания двух пород домашних кошек. В итоге кошка-эльф – что-то среднее между американским керлом и сфинксом, которых принято считать прародителями породы. Название порода получила за свои необычные внешние данные, точнее за свои изогнутые ушки. По сей день порода так и не получила признания ни в одной системе. Главная особенность и отличительная черта данной породы – это необыкновенные ушки. Они широкие у основания и суженные к концу. При этом они еще и плавно загнуты в дугу на своих кончиках. Глаза у эльфов формы ореха, располагаются на мордочке немного под углом. Тело у представителей породы среднее по размеру. Эльфы, рожденные в первых поколениях, зачастую наследуют от керлов шерсть. Последующие же поколения рождаются лысыми. Исключение представляет собой особи, у которых есть шерсть на лапах, хвосте и ушах. Тело гибкое и имеет довольно много складочек. Еще одной интересной особенностью могут стать усы и брови, которых вовсе может и не быть. В тех же редких случаях, когда они есть, то присутствуют исключительно в виде одиночных волосков. Как раз кожа у этой породы может быть любой. Помимо этого, на коже может присутствовать рисунок. По характеру это очень ласковые и приветливые кошки. Они отлично ладят с семьей и детьми. Помимо этого, эльфы очень общительные и любящие внимание. Они сообразительные и быстро находят общий язык со всеми. Представители породы хотят участвовать во всех делах хозяина, так как обладают природным любопытством. Ко всему прочему, эльфы любят спать со своими хозяевами. Очень любят комфорт и тепло. На сегодняшний день, из-за того, что порода слишком молодая, не удалось выявить ее предрасположенность к каким-либо заболеваниям, так как неизвестно, сколько живут такие коты. Ко всему прочему, бытует мнение, что на кошек породы эльфа не бывает аллергии у людей. Но бесшерстность не является гарантией того, что аллергии может не быть. Представителей кошек породы эльф можно вязать с канадскими сфинксами. Но наиболее ценными считаются котята, полученные от вязок между представителями породы эльф. В привязках эльфа со сфинксом половина котят рождается прямоухими, половина с закрученными ушами. В привязках эльфа с эльфом все котята рождаются с закрученными ушами.